Заказала вот такую ещё соляную кислоту, здесь один литр, цена 8 рублей, её я заказала себе на работу, потому что у меня там в кабинете такой древний-древний унитаз советский, он, конечно же, весь в этих вот разводах, всяких, не знаю, в общем, налёте, конечно же, никакими средствами вам не отмываться, поэтому попробую отмыть вот этой вот соляной кислотой. Дальше разные мне штучки на работу пришли для окрашивания бровей, это краска, щёточки, вот кисточка, ну, в общем, всякое такое, то, что нужно для окрашивания. На работу я уже окрашиваю брови, ресницы, ламинирование тоже делаю, вот набор для ламинирования, поэтому, ой, всех к себе приглашаю, тут у нас дурдом, 9 часов, мы только приехали домой, поэтому всё разгребаем, коты орут, дети орут, все орут. Короче, смешатся дома. Всем приветик, похвастаюсь своими ноготочками, прям под цвет практически моего синего платья. И забрала часть заказа с Валберис, вот такой вот соляной раствор, он нужен для того, чтобы обезжиривать реснички перед ламинированием. Да, я уже ламинирую ресницы, брови тоже всех приглашаю на процедуру, себе тоже сделала, кстати, мне понравилось. Вот, и пинцет тоже для ламинирования ресниц, хотя это вообще пинцет как бы для наращивания, но для ламинирования он тоже подходит, потому что специальных пинцетов для ламинирования нет, а пинцетам очень удобно выкладывать реснички на форму для того, чтобы их потом ламинировать. Вот, такие вот покупки, не знаю, интересно вам или нет, наверное, больше для мастеров, которые этим занимаются, интересно. И, кстати, часть заказа моего потеряли на Валберис, но потом нашли, пришла забирать свой заказ. Еще был третий товар, это колесики для ремонта чемодана, мы в этом году летим отдыхать, поэтому нужно наш чемодан тоже привести в порядок, там уже колесики такие не очень, муж решил их поменять, я нашла на Валберис колесики, в общем, заказала, сегодня они якобы пришли, но когда я пришла забирать свой заказ, колесики мои не смогли найти, поэтому я их не забрала, то есть вот эти вот товары у меня списали оплату, а за колесики не списали, я оставила свой телефон, ну и буквально там через полчаса мне перезвонили и сказали, что нашли, и можно колесики тоже сходить забрать, поэтому заберу тоже и вам потом, наверное, покажу, как, надеюсь, что они подойдут, потому что так на глазок, можно сказать, заказывали, надеюсь, что все подойдет и все будет хорошо, и наш чемодан будет готов к перелету. Перебежала на пару часов домой, потому что сегодня работаю, и так получилось, что окошко на несколько часов, вот, без записи перебежала домой, вот забрала Валберис, и хочу вам показать ламинированные брови свои, я ламинировала их сама, и тоже уже делаю это для клиенток своих, вот, так вот это выглядит, мне, кстати, понравилось, раньше я вот до того, как сходила сама на обучение по ламинированию, я думала, что ламинирование это просто вот задранные, так вот вверх все волоски, такие вот, как забор огромный, такой высокий, некрасивый, но на самом деле это не так, при ламинировании волоски укладываются так, как вам нужно, то есть мне не нужно было их вот так вот четко вверх укладывать забором, я их уложила вот сначала вверх, как, в принципе, это делается, ну, а остальную часть вот так вот, то есть и они, в принципе, вот так вот лежат всегда, даже если вы умоетесь, там, намочите, смоете там с лица макияж, они все равно будут послушные волоски и будут, в принципе, лежать на месте, только единственное, что нужно будет их немножечко расчесывать, как бы положить их на место, там, например, после сна или после умывания, вот, и все, и они такие будут послушные, у кого жесткие волоски, я считаю, что это прям вообще супер, у меня не сказать, что жесткие, но все равно я их укладываю гелем и с ламинированием, ну, как бы это намного-намного проще, они уже, как бы, знают свое направление, свою форму, просто их нужно расчесать, а у кого жесткие волоски торчат в разные стороны, это прям вообще, вот, я считаю, что надо вот сто процентов, и держится ламинирование на бровях, в принципе, как и на ресницах, где-то месяц-полтора, то есть, ну, довольно-таки продолжительное время, поэтому мне самой даже очень нравится. Забрала я с Вайлберис, в конце концов, эти колесики, надеюсь, что для нашего чемодана подойдут. Так, и заезжали сегодня в магазин Грин, безуфигольная балтика, вот такая вот, со вкусом лимона, 1 рубль с вами стоя на линейка, салат с тунцом и сельдереем, 17-19 за килограмм, копченые вот такие вот криные яйца мне очень нравятся, они вкусненькие, 2 рубля 49 копеек, дальше сливы, 10-19 за килограмм, не знаю, насколько они будут вкусные, конечно, смесь овощная вот такая с грибами, 3,99 в 2 упаковки, дальше ряба майонез 3,59, так, 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 крем для ног, такой вот от Белита, 6 рублей 92 копейки, 300 миллилитров здесь или грамм, чего тут, 300 миллилитров, да, так, дальше роллы вот такие с мясом у копченого цыпленка, 14,99 за килограмм, присыпка, 5,99, 100, 100, 100, чего 100 грамм, взяла на работу, потому что сейчас жара, у меня потеют руки, не могу засунуть в перчатки, поэтому присыпала присыпкой, и сметана, 25-процентная, 3 рубля 34 копейки. Досман и Брис забрала вот такой вот осветлитель для бровей, если, например, блондинка, вот я покрасила, я покрасила пальцы пакетом, наверное, если, например, вы блондинка крашеная и бровки слишком темные, то брови можно обесцвечивать, осветлять можно на несколько тунов, можно прям сильно осветлить, но в зависимости от времени выдержки, в общем, есть такой способ, если вдруг кто-то не знал, и забрала себе вот такую вот черную сумку, она, в принципе, не большая, но в нее самое главное влазит блокнот, потому что мне обязательно, я не люблю большие сумки, но мне надо, чтобы влазил блокнот, вот. Такая вот сумка всего лишь 25, по-моему, рублей она стоила, есть, по-моему, здесь два запасных ремешка, вот такой вот тканевый и, ну, обычно такой скважзамок, вот, но я не ношу на плече сумки, я ношу только в руках, поэтому мне эти ремешки, в принципе, не нужны, и здесь вот такой вот интересный ремешок, в общем, мне кажется, на осень, на зиму будет хорошая сумочка. Так, в магазин Хит зашла на работу, купила вот такое вот средство для туалета, не помню, около 2 рублей, по-моему, оно стоило, и вот такое купила себе домой, раньше покупала на работу, мне очень понравился запах, это стоит где-то около 4, по-моему, рублей в Хитте, очень приятный запах, ну, где-то на месяц хватает этого средства, поэтому решила себе купить домой еще. Мы брали вот такую вот сушилку сегодня с 21 века, очень долго она шла, больше недели, переносили на неделю, там, доставку, не знаю, что там случилось, но, в общем, очень долго. Так, 5 на 2,5 метра, размер, максимальная нагрузка на пруд 2 килограмма, в общем, такая вот, на тот наш балкон, который в детской. Так, и сколько она там стоила, 50 с копейкой, например, 52, но у меня там были, по-моему, бонусы 4 рубля, ну, где-то 56, наверное, она стоит вот такая вот длиннющая, короче, до потолка, и не влезла в лист, муж ей шел мешочком на 9 этаж. Тут несколько покупок из магазина FixPrice, ленту муж купил, это из Светофора для ремонта, и это в магазине Европа, но он не брал чеки, поэтому без цен. Все еще идет у нас ремонт на балконе. Дальше яйца, это купали в магазине Santa, 2,49 стоит, по КСС, здесь у нас 300 грамм, цена 7 рублей 99 копеек за каждую вот эту упаковочку, две купили с мужем попробовать, у меня девочка моя знакомая покупала, и сказала, что очень вкусно, поэтому мне тоже захотелось попробовать. Сосиски в тесте 10,99 за килограмм, за две штуки получилось 2,61, мои любимые блинчики со шпинатом, тоже очень часто их покупаю, 14,99 за килограмм. Так, салат из овощей какой-то тут муж взял, 14,99 за килограмм. И вот такая вот сладость ничная мраморная, за килограмм 8,99. Какие-то печеньки такие, мне не понравились, но я, в принципе, голодная после работы, мне все нравится, беру просто все, что вижу, на что упал глаз. В общем, вот такая вкусняшка. Открываю, в общем, коробку с яйцами, чтобы выставить их в холодильник, и смотрите, одной штуки не хватает. Я, когда покупаю, всегда открываю коробку и смотрю, чтобы не было разбитых. Теперь муж будет тоже так делать. В общем, кто-то у нас стырил одно яйцо. Всем приветик, я уже сегодня с утра на работе, сегодня у нас суббота. В 9 утра шла на работу, и уже прям пекло было такое, чувствуется, что днем вообще будет жаришка. Я сегодня целый день буду на работе, а мои сегодня поедут в Лиду на дачу. В общем, я завтра тоже работаю, поэтому я никуда не еду, а они будут отдыхать. А я буду работать. Ну ладно, я тоже буду в какой-то степени отдыхать, потому что нужно иногда побыть одной. Так что, такие вот дела. В общем, я уже пришла домой с работы, звонила своим, они уже в Лиде. Так, а я зашла в магазин Мила. Смотрю на этих котиков, они так в шубах их сожило. Бедные, бедные вот такие вот, как вареные, ходят. Да, и все, полежать. В общем, зашла в магазин Мила, зашла на Банберис, и сейчас вам буду все показывать. Так, в Миле, спасибо, Симба, спасибо, спасибо. Это был Симба, точнее его спина. В общем, в Миле купила крем антицеллюлитный, проходка назад. Витекс вот такой, баня-сауна-массаж. Так, цена была, где-то тут, Симба, господи, боже мой, как его убрать отсюда со стула. 5 рублей 49 копеек, в общем, была его цена. Не верю, конечно, в действие таких средств, но на все равно пользуюсь, да, как говорится. И купила себе еще вот такую вот скатку, пилинг-скатка. Вот, теперь мы тремся в телефон, ну, Симба, молодец. Вот Farmstay, насколько я знаю, это корейский производитель, 14,99 она стоит. Я сейчас летом ежедневно пользуюсь скатками, потому что именно скрабами для лица я не пользуюсь. Но скатками пользуюсь ежедневно, потому что, несмотря на то, что я прям кремами какими-то не пользуюсь, такими тяжелыми, но я ежедневно наношу солнцезащитный крем, который очень сильно забивает поры. Хотя я нашла такой самый, ну, лайтовый, так скажем, вариант, он без масел, но все равно, тем не менее, он забивает поры. И от жары, опять же, кожа забивается. И, например, для моей кожи пилинг нужен ежедневно. Именно такой вот пилинг-скатка, такой более нежный вариант, но на ежедневной основе, иначе кожа начинает забиваться, начинает какие-то воспаления появляться. В общем, плохо себя начинают чувствовать. И заказала на Wildberries вот такой крем-баттеры защиты и восстановления для лица и тела. Я его, конечно же, для тела только буду использовать. Стоил он там 10 рублей с копейками здесь. Сколько здесь? Миллилитров? 500. Тут было написано. Я не заметила сразу. Смотрите, кстати, разбита крышечка. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, не знаю, у меня обычно в межсезонье сохнет кожа осенью и весной, но этим летом просто какая-то жесть творится с моей кожей. Не знаю, я по три раза просто мажусь всеми кремами, и все равно у меня ужасная сухая кожа, как пустыня Сахара. Не знаю, попробую вот этот крем, может быть, поможет. И на работу еще докупила тальк. Вот такой 5 рублей с копейками он стоил. 250 миллилитров. Всем приветик. Доброе воскресное утро. Ну, уже день, можно сказать. В общем, я уже сегодня успела поработать. Приняла клиента, и теперь у меня окошко. Потому что девушка одна вчера отменилась, просто вечером, не знаю, часов, наверное, около 10, а запись на утро. И у меня получается просто вот среди дня такое вот окошко. А ночной идти еще на какого-то нового клиента, это, конечно, маловероятно. Ну, и я решила не сидеть на работе, сходить в магазин. Сегодня мы из дачи приезжают, поэтому надо купить какой-нибудь еды. И вот зашла в Санту, дома покажу, что купила. Ну, и зайду заодно на Вайл Перес, заберу. Там мне небольшой заказ пришел. Вот. Так что... Так что так. Ну, ладно. Это издержки работы с людьми, как говорится. Ничего страшного. Я уже дома. Поработаю на выходных, зато завтра понедельник, и у меня будет выходной. Полюбила понедельник с тех пор, как стала себе делать выходной в этот день. Сейчас вам покажу, что купила. По дороге зашла, купила черешню. 13 рублей на стол. Ну, такая вот цена клубника вообще меня не тянет, если честно. Вообще, мне она невкусная. Кроме того, что нам в этом году клубника вкусная еще не попалась. С Вальдберес забрала вот такой вот тушь Эвелин Варьете. Коричневую в этот раз взяла. Не знаю, в последнее время тоже моя любимая тушь Маскарад от Релуи. Коричневая. Сыпется. И вот эта вот Варьете была у меня черная. Две последние. Тоже осыпались. Ищу хорошую тушь. Не знаю, решила попробовать коричневую Варьете. Может быть, будет получше, не будет осыпаться. 10 рублей с копейками она стоила. В красный пищевик зашла. Нам очень понравился вот такой вот зефир. Он в белой глазуре. И снизу здесь такая прослойка из мармелада. Два вкуса. Вот красный не помню, а зеленый это груша. Вот. Два вкуса взяли. Мне, мужу, очень понравился этот зефир. И в Бобруйске был вот такой вот мармелад. Но как-то я не взяла. Здесь зашла одна в красный пищевик. Он тоже был в наличии. Там около 10 рублей за килограмм. Но решила попробовать. Это вроде как тоже новинка. И дальше из готовой продукции из магазина Санта. Салат Императрица мой любимый. 19,99 за килограмм. Кстати, в последние 2 часа работы в этом магазине скидка 30% на готовую продукцию получается очень выгодная. То есть после 9 часов можно там что-то покупать из готовой продукции. Дальше. Вот такие вот драники панцкие с ветчиной и сыром. 17,99 за килограмм. И лаваш с мясом. 14,69. Взяла попробовать. Салат постоянно покупаю. Вот это 2 первый раз. 2 вот этих блюда, так скажем. Взяла попробовать первый раз. Поэтому пока что еще не знаю, будет вкусно или нет. Еще очень люблю в Санте блинчики со шпинатом. Много раз вам их показывала. Симба, вот тебя только не хватало, как обычно. Жопы твоей этой пушистой. И брала там еще блинчики с ветчиной и сыром. Вот они мне как-то не очень понравились. Вот со шпинатом вкуснее. Кстати, знаю, что некоторые подписчики меня осуждают за эту готовую продукцию. Пишут не покупать. В том числе, наверное, некоторые мои родственники тоже меня осуждают, что я практически не готовлю дома. Но я, во-первых, не люблю готовить. Никогда не любила это делать. И, ну, понятно, что когда я там была в декретном, когда я сидела дома, я готовила. Но сейчас, когда я работаю, бывает, что я ухожу там в 9 утра из дома и возвращаюсь в 9 вечера. Ну, понятно, что мне вообще не до готовки. Конечно, есть женщины, которые любят готовить, и им это доставляет удовольствие. Это прекрасно, но я в их число точно не вхожу. Сейчас я могу себе позволить пойти купить готовую продукцию. Конечно, я была бы самым счастливым человеком, если бы у меня кто-то готовил. Если бы у меня был повар дома какой-нибудь. Ну, у меня муж, конечно, иногда тоже готовит, но он тоже много работает. Поэтому не так часто это получается. Вот, если бы у меня был какой-то повар нанятый и готовил бы мне просто. Я была бы самым счастливым человеком. Ещё, чтобы он мыл духовку, мыл окна и мыл балкон. И вот, ненавижу вот это вот, вот эти вот вещи мыть. Было бы просто шикарно. Но на данный момент я выбираю отдохнуть, приходить вечером и отдыхать, покупать готовую продукцию. Вот, и не готовить. Это мой выбор. Сейчас я себе это могу позволить. Было когда-то такое время, в том числе, когда я была в декретном, что, конечно, там готовую продукцию дороже покупать, чем готовить дома самим. И понятно, что, ну, как бы мы этого не делали. Я готовила сама. И даже мне нужно было подрабатывать для того, чтобы, там, не знаю, сходить на маникюр. Или купить себе лишний крем. Или сходить, там, на лазерную апелляцию. Да, и такое время было. Но сейчас, когда я себе могу это позволить, я не хочу себе в этом отказывать, потому что я не знаю, что будет завтра. Мы вообще в такое время живём, что каждый день читаешь новости, и просто волосы на голове шевелятся от того, что вообще происходит вокруг нас. И я не знаю, что будет завтра, я не знаю, смогу ли я, там, позволить себе, опять же, делать этот маникюр, да, несчастный, там, раз в три недели. Смогу ли я себе тысяча первое платье купить или туфли, я не знаю. Поэтому я сейчас, пока у меня есть такая возможность, я хочу делать то, что доставляет мне удовольствие, то, что мне нравится, то, что для меня приятно. И в том числе это не готовить. Это вот мой такой выбор на сегодняшний день. Потому что, да, я могу себе это сегодня позволить, я не знаю, что будет завтра. Вот, поэтому надо радоваться и наслаждаться каждым днём, и не делать по возможности такие дела, которые вам не приносят удовольствия.